Доброе утро, друзья! Что дела ваши? Ну что, друзья, принимайте работу! Значит, вот эта штука, тут у меня кофе старый, и вот полная вот эта. Кофе сделано с молоком. Полная. А? Мне уже больше нравится. Ну что, народ, погнали? Первый рейс? А? Все. Цикл начали, а еще вчера начали цикл, но тут правда так я... Доехал, развернулся и уехал. Все. Ред Макнелли. Все как надо. Угол! А что он у меня так высоко? Надо его пониже сюда чуть-чуть опустить. Ладно, не суть. Вот. Так что, короче, друзья, поехали! Минус мультиварки, то, что я сейчас еду, она реально сзади гремит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот так вот, блин. Сволочь, как-то надо сделать. Кто знает, как ее зафиксировать, чтобы она не болталась внутри вот этой кастрюли. Ну что, худо-бедно, мы тут приезжаем куда-то. Куда мы приезжаем? Забираем 4 пикапа. Пикап-траки. Сильверадо 1500, по-моему, на 4 штуки бы на Вашингтон-Ди-Си. Что тут у нас? Ветки. Теперь надо ветки смотреть, мосты на пикапе. Ты ездишь, не смотришь, вообще все пофигу. А здесь надо. Классно, 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 классно. Где мы разворачиваемся? Кто знает, нет. Смотрите, новая Вольва. Как на КамАЗе, бля. Че, народ, день сегодня сумасшедший, короче, вообще, просто лютый какой-то. Четыре машины, четыре часа. А? Как вам? Ну, не сказать нормально, первый раз у всех так. Потому что я столько лишних движений делал, столько всего. и мне пришлось верхний этаж там весь двигать, короче, опять, ну, это жизнь. Отцеплять, перецеплять, перецеплять. Вот чем Вольва кайфово. Все, я запарковался. Все, я красавчик. Реально, народ, а зачем на Вольво писать, что это Вольво? На ней же и так написано, что это Вольво. А еще повсюду Вольво написано. Ну что, погнали? Все. Ой, это 3.50, оттуда мне еще ехать и ехать. Ё-моё, народ. Мне много ехать сегодня. Казалось бы, 700 миль всего лишь, а что-то как-то мы их долго преодолеваем. Ну да ладно. Что уж делать. Как есть. Что маемо, то маемо. Да, народ, Вашингтон, Ди Си, тире, Балтимор, это, конечно, сила вообще. Это вот. Это ад. Ненавижу эти места. Отвечаю вообще. Их никто, в принципе, не любит, наверное, только тут живут. Хотя и есть извращенцы, которым, наверное, которым пофигу. Мне, допустим, не пофигу. Ну что, друзья, с пароваркой мы начинаем дружить. Я на аукционе Манхейм. И у меня есть кофе. Вот целая штука с молоком. И есть завтрак. Не гамбургеры, булочки и хот-доги, а завтрак. Вот и все. Перец забыл туда добавить. Реально хотел еще туда овощей нарезать не получилось. Ну а так, что? Просто много на телефоне. У меня, значит, вот та бутылка, она дала течь. И вот этот ковер просто был залит. Видите, даже чуть-чуть сюда попало. Ну вот я сниму, потом, понятное дело. Значит, это аукцион Балтимур, Вашингтон. Ничего, народ, вот мы, точка. А нам надо в Кливленд. А здесь снега, показывают. Снега, снега, снега. Циклон. Видите, здесь дожди. Ну, собственно говоря, видите, да, какая погода. А здесь снега. Ну, посмотрим, что там будет. Да, прикольно, а? Как вам погодка? Кстати, это утро, ребята, чтобы вы понимали. То есть, это не вечер. Это 8. Полдевятого утра. Вот так вот полдевятого утра с такой погодой выглядит. Опа, на. Ветстейшн open. Что, поедем. Посмотрим, что там нам скажут. Чувак, видимо, у него этот самый трипас стоит. Все, ему кнопочка моргнула, что зеленым. Поехал. Видите, нам стрелочкой моргнуло байпас. Мы проезжаем. Нам не надо заезжать туда. просто мимо проезжаем и все. Ха-ха-ха-ха. И все на выезд. А вы боитесь. О, ребят, что-то жара какая-то. Смотрите. Что здесь? Что произошло? А, это ветки поломало от ветра. Офигеть. Хорошая погода здесь. Ну, что, ребят, сказать. Вольво это тухло. У меня всего лишь четыре машины. При том, что они легкие, кроме, ну, пикапа Сильверада. То есть, там, что-то у меня Аутбек, Верса, Гранд Чироки. То есть, это ни о чем. Меня все, как вообще, как щенка просто делают. Вольво 450 сил. Все. Вот и все дела. Кабину шатает вообще вот так вот. Просто ветер дует. Она как как неваляшка, знаете, такая. Туда-сюда вот так вот едешь, чтобы ты не понимаешь, то ли тебя уже заносит, то ли просто кабина на воздухе. Не знаю. По мне, так лучше пускай чуть-чуть шумнее, чуть-чуть жестче, но зато она будет на дороге стоять. Ну, что, народ, не знаю, как у вас там на камере это будет видно, но здесь вообще так себе история. Ребята опытные-то нормально едут. Такие ребята не опытные. Хотя еду 65 миль в час, на самом деле. Давай, проезжай, если тебе надо. Вот. Типа моргал чуваку, а он мне спасибо не сказал. Ну, да ничего страшного. Короче, я скажу, что так себе условия-то. Еще и при этом минус, кстати, на улице. 26 по фаренгейту это минус сколько-то, не знаю, сколько. Ну, что, как вам? Погодка? А? Короче, друзья, не снимал. Честно, не было времени, потому что надо срочно успеть в дилерскую забрать 7 машин. Завтра они не работают. Вот такая вот у нас погода. да, это мы возле Кливленда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть машин. Да, шесть ключей, а машин семь. Вот в чем беда. Я потерял ключ вчера на загрузке от машины. Главное, что это единственная машина, у которой я не закрыл окно. Сейчас пойдем искать. Вот народ. Стоит форт. Нигде не могу найти ключ, еще окно открыто. Какая-то жопа вообще. Хоть убейте. Вчера облазил весь трейлер. Вот, отъезжал, подъезжал, вот так вот здесь. Ну, чуть-чуть отъехал. Фарами светить, мало ли, куда-то завалился. Не могу найти и все, хоть убейте. Лазил что, по Хонде и по этой. И по Импале. Все. Не найти вообще никак. Хоть убейте. Сейчас, наверное, что, придется их сгоню, наверное. Так, народ. Бля, я вообще не найти ключ. Я не понимаю, что за хрен происходит. Там всю машину облазил уже. Здесь все облазил. Понять ничего вообще не могу. Что за хрень? Кто-нибудь мне расскажет? Что за хрень происходит? Скажите. Вот это сволочь. Лежала вот здесь в Хонде. Я вчера всю эту Хонду естественно облазил. Фуууу, ребята. вы даже не представляете насколько это кайфово найти этот сраный ключ. Все, я вчера здесь фонариком светил. Я залазил сюда назад, смотрел, все. Не мог найти. При свете дня нашел. Что сказать? Сижу вот, сделал кофейку, шоколадку взял на тракстапе. Мне, знаете, как вода туда попала? Нет. так вот стоит трейлер. О, как я смотрите устроился на тракстапе. Так вот стою, видите, мне туда не запарковаться никуда, потому что я длиннее, чем все траки остальные. Не выехать здесь. Я хотел, думал, как этот чувак, кстати, я торчал тут вообще намного. Поэтому вот так вот идеально. Здесь проезда полно. Ну, уже проверено, полдня стою, вообще спокойно драки проезжают. Вот такие дела. Отвечаем на ваши эти комментарии. Значит, под кофеек только-только сделал, сварил кофеек с молочком. Так прекрасно. Вот я сегодня ночевал возле дилерской. С утра проснулся, сам себе сделал кофе. У меня был кофе, понимаете, важный момент. До этого ночевал на аукционе строп проснулся, пожарил все яичинки, пожарил в мультиварке, именно пожарил, ребята, ничего другого, потому что там можно жарить спокойно. Я лично жарил, у меня все нормально. Я обжарил грибы и три яйца обахнул. Перфекто! Значит, человек пишет, не понимаю, как ты сдал на дабл клатч, если ты тупо не можешь включить третью, видимо. А что там понимать-то? Научился. Как это, что-то не получалось, что-то получалось, что-то нет, что здесь. Все понятно, мне кажется. Что слышно с моим доджем, работником? Дорж стоит в Чикаго, работник работает в другом месте. не совсем, короче, работает на другого человека. Проблема была с локбуком, мы ее так и не решили. Ему ждать не вариант. Был, это логично, семья, дети, поэтому я его понимаю прекрасно. И все, он пошел работать, просто пикап стоит. Так, Тесла кому-то нравится, кому-то не нравится из видео. Ну да, Тесла дело такое. Вот. Я непонятно к ней отношусь. Вроде прикольная, но я бы не купил бы. Что-то мне, что лет через 15 про эти вонючие, дымящиеся аппараты с ДВС уже забудут. Да, да, приводит в пример, что телефон кнопочный был раньше удобен. Да, согласен, абсолютно. У меня тоже, когда iPhone появился, думаю, как вообще этой фигней пользоваться, что за глупость. Можно было раньше смс-ку, но я реально писал, я как-то разбил экран, короче, смс-ку писал и гачил так прямо. Вообще там, перезвони мне, короче, вообще легко. Как ты в США оказался в 98-м году? Вопрос спрашивают. Это когда мы проезжали в городе Форт-Вотч, американские горки. Ну, оказалось, как на самолете прилетел, визу получил. Я вообще на тот момент занимался бейсболом, чтобы вы понимали. Бейсбол. Это когда сбитый, по мячу отбиваешь. Вот. И тогда, как бы, нас отправили. Ну, как нас тоже отправили, там просто, грубо говоря, у кого была возможность, да, деньги и возможность поехать, отправить своих детей, ну, там и родители, с некоторыми родителями поехали, те и поехали. Вот. Там никто ничего не оплачивали, все родители. Никаких федераций, команд ничего не платило. Поэтому появилась возможность попасть в США. У меня, спасибо моей маме, она меня отправила туда. Вот. Сделали мне визу, паспорт. Ну, это мелкий был, что. Вот. Поэтому. Прикольно, до сих пор помню. Очень хорошо помню эти горки американские. Так, пишут мне, что не на том я езжу. На закрытом, типа, возить лакшери авто. Почему не на том езжу? Я лакшери авто уже навозился вот так вот. Поверьте. Денег там сильно больше нету. Вот. Это только смотря, как там работают. Вот. Я думаю, что деньги неплохие. Это если на 9 машин, типа Stinger, да, SoftSide, SoftSide, это когда мягкие стены. Ну, брезента, условно, у него по бокам. Я думаю, что там деньги интересные. А сколько? Ну, там такая тоже работа. То есть, есть там свои приколы. Не сказать, что там прямо очень хорошо, потому что, понимаете, во-первых, хорошо это кто, что, как вам объяснить-то, для кого что хорошо, понимаете? То есть, для кого-то может быть хорошо гроз 15 тысяч, а для кого-то гроз хорошо это в 30 тысяч. Поэтому тут важно, какой у тебя диспетчер, какая компания, как ездить. Это не просто так пошел, купил 7-клоз трейлеры и работаешь. Я же, когда на пикап ездил, сколько людям говорил, не надо просто так покупать инклоза. Потом можете обломаться, как бы, ну, не найти себе работу. Ну, так и бы происходило у некоторых людей. Потом писали, что, блин, жалеем, что купили инклоз. Не найти диспетчера, вот у меня сейчас инклоз стоит, не так просто его поставить куда-то, чтобы выгрузили нормально. Вот. Про зеркала на Теслу, говорят, просто закрой Теслу. Ничего, закрывали, ну, типа, просто закрой Теслу, типа, Тесла сама уберет свои зеркалы. Ничего она не убирала, короче. Вручную надо было складывать, вот она на Теслу. Так, как долго планирую на работе, на этой работать? Тебя на другие грузы не взяли или так и хотел? Что значит, ну, не знаю, не взяли, я как-то и не пытался, просто. на эту работу я вообще, честно, я не хотел на машину больше идти, не хотел возить я машину, вот, потому что, да и не могу сказать, что прям хочу, честно. Предложили нормальные условия, новый трак, ну, и просто человек, с которым мы хорошо общаемся, поэтому, с кем у нас доверительные отношения, поэтому, собственно говоря, я здесь. Вот, по большому счету, сейчас везде упали зарплаты, вот, то, что раньше было, чуть-чуть сейчас по-другому, поэтому, не знаю, посмотрим, работаем, никогда, там, так же, значит, не взяли на другие грузы, вот, это не проблема пойти на другую, там, на степдек устроиться вообще никаких сложностей, нету, просто, вот, хоть завтра, условно, вообще ничего сложного, там, возить драйвэн и риферы, я не хочу, честно скажу, не хочу, вообще никак, не нравится, какая-то активность, хотя, честно говоря, зимой, я бы сейчас лучше бы, драйвэн бы повозил, честно, вам скажу, чем машина, или степдек, ну, там денег поменьше, хотя, блин, сейчас тоже такая, понимаете, ситуация, сейчас и на автовозах сильно упали зарплаты, и гроссы упали, и зарплаты упали, и цены на машину упали, поэтому, каких-то сумасшедших денег уже здесь нету, сейчас, на данный момент работаю, ну, так себе, вот, потом, быть олнером, или водителем сейчас, я честно скажу, что еще неизвестно, что выгоднее, потому что, сейчас настолько размылось, то есть, если раньше реально была разница, между олнером, и не олнером, да, то сейчас она реально, ну, просто размазалась, то есть, практически нету, то есть, сильно зависит, как вы работаете, что работаете, какой у вас трак новый, старый, там, взрыв мозга, короче, поэтому, забейте, нормально, я шел осознанно на то, чтобы именно водителям пойти, не просто так я это сделал, то есть, понятно, что можно было купить там, бушный трак, рэм сдать, там, то есть, ну, условно, б.у. Маломальский, сейчас сымай подешевели, можно на вторичном рынке купить за 50-60 тысяч, в принципе, живую машину, особенно с аукциона, там есть куча вариантов, как это сделать, и без особых, прям, сильных вложений, но, куда идти, что делать, что возить, поэтому, я пока что решил поработать так водителем, а дальше посмотрим, водителям что хорошо вот работать, в отличие от олнера, вот, во-первых, сейчас деньги те же, да, учитывая затраты на машину бушную и так далее, примерно, там, понятно, что олнер в целом чуть больше зарабатывает, но он и тратит чуть больше, то есть, он в один месяц может заработать больше, чем водитель, а в другой месяц у него что-то сломается, что-то надо докупить, и он заработает гораздо меньше, чем водитель, понимаете, и оно сейчас очень уравнялось, то есть, очень, на данный момент просто, это очень уравнялось, из-за сильного падения цен, вот, поэтому, как бы, пофигу. пишут, что хочу к нам на работу, но, смотрите, на сегодняшний день, а сегодня у нас число, какое число-то вообще, у меня же задержка все идет, 9 февраля сегодня, или 8 февраля, 9 в России, на сегодняшний день, просто нету траков дополнительных, поэтому, пишите, пишите, именно пишите, потому что, я, честно, не всегда могу, там, разговаривать, и так много разговариваю по телефону, вот, поэтому пишите, чем смогу, тем помогу, меня спрашивают, как устроиться на подобную работу гражданину РФ, но это очень старое, на старом виде, где на пикапах, но, ребят, как минимум, приехать в США, вот, получить права местные, потому что нельзя, никаких, ни международных прав никаких, вот, и уже потом думать, опять же, если будет еще возможность, потому что, хотя бы, ну, на данный момент, есть возможность, можно работать, расскажи про заработок на этой работе, про вот это, имейте ввиду, 30% от гроза, все, какой будет гроз, такой и заработок, сделали 10 тысяч гроз, 3000 долларов заработок, сделали 6 тысяч гроз, меньше двух, сколько там будет, 30%, вот и все, вот весь, вот весь процент, нет такого, сделал ноль, значит ноль, от нуля 30%, вот, столько и получше, примерно. Говорят мне тут, что на аукционах, короче, электросамокат купить, слушайте, да, тема хорошая, тема хорошая, электросамокат, на самом деле, я думаю, что да, сейчас у нас, есть чувак Рома, на стингере ездит, стингер на 9 машин, который, сейчас он затестит, как оно работает, в реальное время, в реальной жизни, вот, и может быть, я тоже, замучу Олег, у меня, кстати, есть вообще электросамокат, я его Кевину дал, ну, обратно, знаете, как говорится, Ваня дал, Ваня забрал, тот вопрос, помните, вот этот, Кэбовер, стингер-то, да, у него еще, ну, который старый, стингер, у которого нету капота впереди, спрашивают, как он кабину, я, короче, тоже, мне очень интересно было, как вот, в случае чего, обслужить-то машину, позвонил дядя Паше, спросил дядя Паше, сказал, все элементарно просто, у него вот эта фигня сверху отстегивается, убирается, и кабина поднимается, ну, типа, если у вас машина сверху, тогда, конечно не очень уже ситуация, если я правильно понял все, а может быть она как-то, кстати, из машины как-нибудь поднимается, кабина убирается, кстати, тоже вариант, надо будет у дяди Паше более точно спросить, так, чек-энджин на Вольве, на той, на белой, он загорелся, а сам погас через пару дней, не знаю, может топливо не такое было, может еще что-то, фиг ее знает, кто Вольво, такая Вольво, сама у себя на уме, короче, Леха за мной приехал, Продолжение следует...